кем был фед али хан кубинский вопрос этнической принадлежности такой исторической личности как фед али хан подвергается множеству искажений и фальсификаций на государственном уровне именно со стороны азербайджана мы представители лесгинского народа имеем ряд исторических сведений и фактов для того чтобы называть фед али хана своим факт 1 фед али хан в историографии причисляется к дагестанским правителям наравне с шамхал тарковским ханом казаку мухским и ханом аварским сборник сведений о кавказских горцах выпуск 1 тифлис 1868 вдобавок к такому уменьшению шамхальского владений между дагестанскими ханами явились в прошедшем столетии один за другим такие замечательные личности как например человек сурхай хан казаку мухский фед али хан кубинский амар хан аварский которые своей славой много ослабили родовое влияние шамхалов на дагестанское население и значение имени их в соседственных дагестану землях факт 2 владение кубинских ханов и сам город куба были исторически на территории дагестана этому свидетельствуют атласы и описание путешественников березин путешествие по дагестану и за кавказью 1849 кубинское ханство принадлежит к числу новейших в дагестане юный город куба при самом проявлении своем на историческую сцену ознаменовал себя в летописях дагестана властолюбием куба опять явилась первенствующим владением в дагестане афет али хан начал думать о покорении персии из выше изложенного мы можем сделать вывод что уже политически и территориально fed али хан со своим ханством относился к дагестану они как не к азербайджану которого в тот период и вовсе не существовало в закавказье что касается этнической принадлежности хана у нас есть следующие факты путешествие по дагестану и за кавказью березин издание 2 казань 1850 последняя династия кубинских ханов происходит от лесги ахмеда который для своего пребывания выстроил укрепление худат в этой крошечной столице маленького ханства жили и преемники ахмеда сын его хасан али и султан ахмед хан убитый своим тестем в начале 18 столетия в общих смятениях дагестана и шервана малолетний сын и наследник султан ахмед хана хусейн али хан был увезен в горы где и воспитан а потом занял кубинский престол под покровительством славного надира в труде березина мы узнаем то что основателем ханской династии является лесги ахмед который построил резиденцию в худате хусейн али хан отец фета ли хана будучи младенцем был увезен и воспитан в горах далее мы узнаем куда именно самуил гмелин путешествие по россии часть 3 санкт-петербург 1785 мы ехали на запад к провинции кулаганской позади уезда токус пара называемого и езда была крайне трудная во время этого путешествия проезжали мы через пять деревень из которых первое по наследству принадлежит фет али хану а в прочих обитают подгорные дагестанцы они суть люди особливой породы говорят языком лесгинским однако разумеют при том и турецкий и хотя находится в подданстве у кубинского хана однако он над ними яко народом диким который никакого начальства признавать не хочет невеликую власть иметь может гмелин направившись в лесгинские вольные общества самурской долины сообщает что одна из деревень по наследству принадлежит фет али хану естественно по причине того что его отец вырос и был воспитан в этой деревне из этого следует что во время смут наследственный лесгинский хан был увезен в лесгинскую деревню лесгинскими приближенными ханского двора будь хан другого происхождения он был увезен в другое общество в труде год либо о народах проживающих в российском государстве фет али хан упомянут в главе лесги георгий иоганн готлиб описание всех обитающих народов в российском государстве народов часть 2 санкт-петербург 1799 козекумикские степи населяют лесги и кумики козекумикский хан общий савар ханом почитается сильнейшим курельской и дербенской улусы принадлежат кубскому хану который титулуется фет али ханом все политические успехи фета али хана достигнуты благодаря его лесгинской армии этому свидетельствуют документы и дипломатические переписки грамоты и другие исторические документы 18 века относящиеся грузии том-1 цыгарели санкт-петербург 1891 куба хан называемый состоит не над большим владением но согласив к себе лесгинцев овладел дербент баку сальян и околичные места как и сурхай он ими владел почему он и куба хан собрав горских лесгинцев шамахою и шарваном завладел потом нашекинского хана наступил и весьма победил также важный факт что фет али хан чтобы расплатиться со своим войском вторгся в карабах разграбив селение русский вестник катков том 139 январь 1879 там и тут изыскивал он средства добыть денег в которых нуждался для уплаты войскам жалования неудовлетворенный в своих исканиях не со стороны россии не со стороны турции а между тем принужденный дать какое-либо занятие своему ополчению фет али хан ворвался в карабах где разорял и грабил селение только новое письмо потемкина заставила его выйти из карабаха и воспользовавшись обстоятельствами направить свою деятельность к стороне геляна о приверженности фет али хана какой-либо конфессии мы можем рассуждать логическими фактами а именно жена фет али хана была сестра кайтакского уцмия исповедующих ислам сунны будь фет али шиитом то кайтакский уцмей не выдал бы свою сестру за врага следующий факт это то что отец фет али хана получил воспитание в лесгинском вольном обществе среди суннитов следовательно фет али не мог вырасти на шиитских убеждениях и третий факт это его опора или армия из лесгин фет али не смог бы склонить на свою сторону такое количество суннитов лесгин которые буквально 30 лет назад восстали шиитской персии приведенных фактов из документов и архивов достаточно для того чтобы уяснить и убедиться что фет али хан легендарный лесгинский правитель